Он говорит, что добрые дела должна делать из угождения Богу. Пристрастие к человеческой славе и неумение пренебрегать ею причиняют нам много зла. И если мы имеем сколько-нибудь духовное богатство, они истощают его и лишают нас пользы, проистекающие от этого богатства. Итак, что может быть гибельнее этой заразы, когда она отнимает у нас и то, чем мы, кажется, обладаем? Так фарисей сделался беднее мытаря, потому что не мог удержать своего языка, но через него, как через какое-нибудь отверстие, просыпал все свое богатство. Такое это зло тщеславие. Скажи мне, в самом деле, для чего и почему ты ищешь похвалы от людей? Разве не знаешь, что эта похвала так же, как и дым, и даже как нечто худшее и дыма, разливается по воздуху и исчезает? Притом и люди так непостоянные и изменчивые. Одни и те же одного и того же человека сегодня хвалят, а завтра порицают. Но с приговором Божьим этого никогда не может быть. Не будем же безрассудны, не станем напрасны в суе обманывать сами себя. Если ведь мы и делаем что-либо доброе, но делаем это не для того только, чтобы исполнить заповедь нашего Господа и быть известными Ему одному, то мы напрасно трудимся, лишая сами себя плода от этого доброго дела. Делающий что-либо доброе для получения славы от людей, получит ли ее или нет. А часто бывает, что при всех усилиях не может получить это. Так получит или нет, пользуется уже здесь полную награду, а там не получит никакого воздаяния за это дело. Почему? Потому что сам наперед лишил себя награды от судьи, оказав предпочтение настоящему предбудущим. Славе человеческой пред приговором праведного судьи. Напротив, если мы делаем что-либо духовное для того, особенно чтобы только угодить тому, не усыпающему оку, при котором все обнажено и открыто, тогда сокровище у нас остается неприкосновенно. И награда несомненная, а приятная на нее надежда сама по себе уже доставляет нам великое утешение. И вместе с тем, что эта награда соблюдается нам в безопасном хранилище, может сопутствовать даже и слава человеческая. Ибо тогда-то мы пользуемся ею в большей мере, когда пренебрегаем ею, когда не ищем ее, когда не гонимся за ней. И что, дивишься, что так бывает у ведущих духовную жизнь, когда очень многие из миролюбцев более всего гнушаются и презирают тех, кто домогается славы от людей. Даже найдете, что над такими людьми все издеваются за их тщеславие. Что же будет жалче нас, посвятивших себя духовной жизни, если мы станем подобно этим людям домогаться славой от людей и недовольствоваться похвалой от Бога? Как и апостол говорит, ему и похвала не от людей, но от Бога. Рильмана 2 глава 29 стих. Не видишь ли возлюбленный, как и на конских ресталищах погоняющие коней не обращают внимания на то, что весь сидящий тут народ рассыпает бездну похвал и не чувствует удовольствия от этих похвал. Но смотрят на одного только царя сидящего посреди и, внимая его в мановение, презирают толпу. И тогда только величается, когда он возложит на них венки. Им-то подражая и ты, не дорожи людскую славою и не из-за нее твори добродетели, но ожидай приговора от праведного суди и, внимая его мановению, так устраивай всю свою жизнь, чтобы тебе и здесь постоянно питаться добрую надеждою и там насладиться вечными благами Господу нашему. Слава во веки веков. Аминь.